Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать! Сегодня предлагаю поговорить о кофе. Кто смотрит меня регулярно, знает, что я большая поклонница этого напитка. Я практически не пью чай и выпиваю в день как минимум 4 чашки кофе. Мне кажется, о кофе очень много знаю. У меня есть свои вкусовые пристрастия, свои требования к вкусу этого напитка. Многие меня подписчики спрашивали, какой бренд, какую марку кофе я больше всего люблю. На самом деле, друзья, я постоянно экспериментирую. Потому что кофе у одного продавца часто меняется по вкусу. У меня был такой период, когда я полгода пила кофе одного и того же производителя. Заказывала на Валберес. Но последних 2 раза кофе приходило жутко кислое. Третий раз пришло жутко горькое. Сами зерна мелкие. Поэтому решила попробовать что-то новенькое. На Азот заказала кофе производителя Пурша. Сначала заказала небольшую упаковочку. Попробовала кофе вообще классное. Друзья, очень хорошие ровные зерна. Вообще нет колотых. И кофе приятного такого послевкусия. Ну, в общем, расскажу о вкусовых его особенностях в видео. Просто по качеству кофе мне понравилось. Вот только что получила коробку. И решила снять для вас видео, пока ничего не распечатала, чтобы все красиво смотрелось в кадре. Первый раз на пробу взяла вот такую маленькую упаковочку кофе. Значит, здесь 250 грамм. Меня очень заинтересовал его вкус. Сегодня получила уже вот такую вот большую килограммовую, по-моему, да, килограммовую пачку. Смотрите, вкус молочного шоколада и тростникового сахара с нотами пралине и сочной вишни. Страна Бразилии. Обработка натуральная. Разновидность муданного. Арабика 100%. И давайте скажу, какое второе кофе. Не стала сразу брать большую упаковку. Вот это, кстати, тоже сначала заказала маленькую пачку. Попробовала в полном, друзья, восторге. Кофе в зернах крем-арома. Классическая смесь арабики и робусты. С плотным телом, оттенками карамели и шоколада. Значит, регион Бразилия, Индия. Состав арабика 60% и робуста 40%. Все это отрывается. Затем вот так вот сбоку. И получается вот такой вот кармашек, который открывается, закрывается. То есть кофе полностью не теряет свои вкусовые качества. Показываю вам кофе в зернах. Это кофе вот из этого большого пакета. То есть вкус молочного шоколада, тростникового сахара с нотами пралине и сочной вишни. Друзья, смотрите, нет абсолютно колотых зерен и очень приятный, абсолютно не горький запах кофе. Вот именно таким он и варится. То есть горечи и кислинки здесь нет. Высыпаю в кофе машину. У меня как раз она пустая. Вот смотрите, светлый, абсолютно светлый кофе. Если только кофе черный, вот я заметила, обязательно будет горечь. На замочек закрыла. Все. Аромат кофе сохраняется. Ставлю свою любимую кружечку. Кружечка у меня прозрачная, не обжигает руки. И модель кофемашины у меня Philips. Кстати, многие спрашивали. У меня Philips кофемашина. Включаю, выбираю кофе, крепкий и большую чашку. Очень вкусный кофе, друзья. Вкус мягкий и послевкусие действительно шоколадный. То есть не вкус у кофе становится как какао, да, а вот просто послевкусие вот отдаленно чувствуется шоколадка. Вкус вишни я не чувствую, но я уж не такой гурман. Но могу точно сказать, что кофе приятное. И вкус шоколадный есть. Значит, что еще могу вам сказать. Сейчас поближе покажу вам цвет. Цвет достаточно темный. Пробую кофе из маленькой упаковочки. Будем дегустировать с вами вместе. Раньше это кофе не покупала. Значит, здесь послевкусие должно быть с оттенками карамели и шоколада. Давайте сначала посмотрим на зерна. Так, смотрите, друзья. Тоже абсолютно чистые зерна. Вот сейчас насыплю вам побольше. Вообще нет колопий. Все целые. Мне кажется, здесь запах более такой насыщенный. Вот. Такое красивое кофе. Высыпаю в кофемашину. Итак, друзья. Кофе готово. Смотрите, тоже легкая пенка. Вот знаете, послевкусие. Такое вот, знаете, натуральное кофе. Вот прям какой-то травяной вкус. Вот прям с самих зерен. И чувствуется какой-то молочный привкус. Вот шоколада я здесь не чувствую. Вот если в этой большой упаковке с кофе очень ярко выражен вкус шоколада, здесь вкус, вы знаете, кофейных зерен и отдаленно чего-то молочного. Но вкус очень приятный. И он другой. То есть, вот иногда бывает, что покупаешь у одного производителя кофе вот с какими-то такими подоттенками вкусовыми, и они все одинаковые по вкусу. То есть, разницы нет. Здесь кофе по вкусу разное. Поэтому, друзья, как заключение, мы сегодня тестировали с вами новинку кофе. Ну, по крайней мере, для меня точно. Значит, поэтому, если вы любите мягкий, шоколадный вкус кофе, вот это кофе вам однозначно понравится. Я оставлю ссылку на это кофе, потому что упаковки абсолютно одинаковые, чтобы вы не запутались. То есть, вот это вот кофе, шоколад, тростниковый сахар с нотами пралине и сочной вишни. А вот у этого кофе натуральный вкус кофейных зерен. Вот если вы любите натуральный кофе, это кофе вам понравится. И вот этот вот молочный привкус делает кофе мягким по вкусу. В общем, это мне тоже кофе понравилось, но лично я буду поклонницей вот этого шоколадного. Обалденный кофе. Вот просто в восторге, друзья. Хорошая у него ценовая категория. Вот цену точно не помню. Оставлю вам ссылочку и на это, и на это кофе. Друзья, на этом буду заканчивать свое видео. Больше информации в инфобоксе. Туда обязательно заглядывайте. Вам огромное спасибо за просмотр. Хорошего дня, хорошего настроения. Всем пока!